Ребята, всем привет! У нас с вами сегодня новая тема под названием монотонность функций. Ну, наверняка, но на уроках алгебры учитель часто повторяет функции монотонно или не монотонно. Вот что же это такое? Давайте с вами разберемся, да, чтобы это не звучало просто как дядька говорит что-то на китайском языке. Смотрите, дело в том, что есть функции возрастающие, есть убывающие. А бывают функции такие, которые то возрастают, то убывают. То есть, если мы с вами говорим, предположим, про какую-то линейную функцию под названием, допустим, линейная функция, графиком линейной функции у нас является какая-то прямая линия, которая задается формулой вида y равен kx плюс b. Ну, в зависимости от того, какие у нас с вами k и b, именно от этого будет зависеть, наша прямая будет смотреть вверх, то есть она будет возрастать или она будет смотреть вниз, то есть она будет убывать. То есть у нас линейная функция, предположим, вот такая вот, тоже будет носить имя y равен kx плюс b, но у такой прямой, которая спускается вниз, кстати, как из них выбрать, какая из этих двух прямых у нас с вами возрастает, а какая из них убывает, да? То есть мы, ребята, так же, как и пишем, так же, как и читаем слева направо, вот мы должны посмотреть, давайте мы посмотрим на первую нашу прямую, да? Вот если мы смотрим слева направо, то она у нас с вами что делает слева направо? Вот я слева направо, я вижу, что она у нас поднимается. Значит, данная прямая будет являться графиком возрастающей функции. То есть у нас с вами эту прямую задает функция именно возрастающая. А вторую прямую, вот эту вот, вторую прямую у нас с вами будет задавать уже убывающая функция. Почему? Потому что мы опять-таки рассуждаем, как слева направо смотрим на нее, так же, как и пишем, так же, как и читаем. Мы с вами не арабы, чтобы читать в обратную сторону. Так что смотрим слева направо и спускаемся вниз, да? И делаем вывод, что это у нас с вами убывающая функция. Ну, причем у линейных функций, если у нас первая прямая, она все время только возрастает, значит, она у нас с вами возрастающая функция. Вторая прямая, которая убывает, и причем у нее никогда не будет смены настроения, такого не будет, что она у нас с вами убывала, 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 потом хлоп и передумала, и начала возрастать. То есть у нас с вами такого здесь не произойдет. Именно поэтому линейные функции у нас с вами являются монотонными функциями. То есть они либо пожизненно возрастают, либо пожизненно убывают. То есть у них не будет всплеска эмоций. То есть они не будут то убывали, то начали возрастать. Такого у нас с вами происходить, ребят, не будет. А если же мы с вами сейчас заговорим про, допустим, уже не про линейную функцию, а про квадратичную функцию, которая у нас с вами задается шаблоном y равен ax² плюс bx плюс c. Ну, ребята постарше понимают, начиная с восьмого класса, что графиком такой функции будет являться парабола. Что же такое парабола? Парабола это вот такая фигура, которая у нас с вами сперва спускается вниз, а потом поднимается вверх, допустим. То есть вот такая парабола. Парабола могла бы быть и вот такой вот, допустим, сперва подниматься вверх, а потом уже спускаться. И причем ветви параболы в данном случае у нас с вами смотрят вниз, а в данном случае они смотрят вверх, и причем без конца. То есть я могу до бесконечности продлевать эти ветви параболы. И здесь я могу вниз продлевать до бесконечности. Ну и давайте теперь, ребята, посмотрим, что же у нас происходит с убыванием и возрастанием у данной функции. То есть мы с вами понимаем, что у параболы вот этот кусочек левый, он у нас с вами спускается вниз, то есть часть параболы у нас с вами убывает, а вторая часть возрастает. Поэтому данная функция у нас с вами будет являться уже не монотонной. То есть монотонные функции это те, которые или только все время возрастают, или если мы говорим про какую-то другую функцию, да, тоже монотонную, например, которая у нас с вами только все время убывает. Или всегда возрастает функция, или всегда убывает функция. Такие функции называются монотонными. А если же функция у нас с вами любит менять свой характер, то есть она у нас с вами то убывала, 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 а потом вот в этой точке она взяла и передумала, и начала возрастать, 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 данная функция уже будет являться и называться не монотонной функцией к не монотонной функции можно отнести также и вот этот график это график тоже не монотонной функции почему потому что у нас с вами парабола сперва возрастала 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 а потом передумала вот в этой точке в кстати как эта точка у нас называется в вершине параболы нашей здесь у нас тоже была вершинка параболы вот как правило в вершинке параболы характер у параболы нас с вами меняется то есть она возрастала 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 а потом передумала и начала убывать и все время только потом продолжает убывать вот то есть вот эти функции которые то возрастают убывают они у нас с вами не монотонные а вот те которые или только все время возрастают или только все время убывают, они называются монотонными функциями. Я надеюсь, что всем все понятно. Ребята, до скорых встреч. Пока-пока.